Всем привет! С вами, как всегда, я, Ксюша, и я сегодня выпускаю новое видео о DIY. Оно, наконец-то, и правда новое. Я придумала некоторые идеи, и сегодня я хочу сделать 4 DIY по мультику, который называется Ханазуки или Ханатсуки, я точно не знаю. Этот мультик я увидела совершенно случайно по «Карусели», и я надеюсь, что вы его знаете, потому что я его почти не смотрела, но его знает мой брат, поэтому я надеюсь, что вы его тоже знаете. Это что-то типа Кавайи, и я, ну, посмотрела немного мультика и поняла, что герои там прикольные, герои мне понравились, и плюсом такого я еще не видела на ютубе. А именно сегодня я хочу с вами сделать это... Мы украсим дневник, затем сделаем финал своими руками, также украсим два карандаша и сделаем блокнотик для шпаргалок. Ну и не будем затягивать, так что давайте начинать! И первым я решила сделать обложку на дневник. В магазине я купила самый простой белый дневник. Для его оформления я взяла плотную серебристую бумагу в виде фольги. Я ее использовала в прошлом году, чтобы сделать зеркальные дневники. Из этой бумаги я вырезала два прямоугольника по размеру дневника. С помощью двустороннего скотча приклеиваем эти листы на обложку дневника с одной и с другой стороны. Здесь я не стала использовать горячий клей, как всегда это делаю, потому что на такой бумаге могут оставаться бугорки от горячего клея. И кстати, ребята, я хочу сделать шесть дневников, как делала в том году, и разыграть их между своих подписчиков. Так что скоро на канале у меня будет конкурс. С одной стороны обложку дневника я обклеила, теперь осталось обклеить обложку с другой стороны таким же образом. Теперь на лицевой стороне я хочу сделать единорога. Для единорога я взяла яркий розовый глиттерный фоамиран. Из этого фоамирана я вырезала, так сказать, форму горы. Мне показался этот способ самым простым. Теперь я использую горячий клей. С помощью него приклеиваю эту гору на обложку дневника. Теперь сделаем гриву у нашего единорога. Для гривы я использую белый плюшевый фоамиран. Сначала я вырезала форму челки и приклеила на верхушку горы. После челки я вырезала из розового глиттерного фоамирана небольшой кругляшочек. Это будет ухо нашего единорога. Ну а теперь можно приклеить оставшуюся гриву. Кстати, кто знает, почему в этом мультфильме единорог всегда грустный? Напишите мне об этом в комментариях. Ну и как же единорог без рога? Из глиттерного золотого фоамирана я вырезала форму рога. И заметьте, ребята, что низ рога совпадает у меня с центром челки. В центр челки я и приклеиваю этот рог, слегка наклонив его вперед. На следующем этапе я вырезала два глаза и расположила их под углом друг к другу. Нужно сделать так, чтобы глаза у единорога были грустными. Из розового фоамирана я вырезала круг, который будет служить мордой нашего единорога. Ну а вообще всего единорога можно сделать из обычной бумаги. Черным перманентным маркером рисуем глазки и носик. И осталось приклеить маленький белый ротик уголками вниз, чтобы показать, что единорог у нас все-таки грустный. В принципе, единорог готов и обложка дневника тоже. Но я решила сверху добавить розовые сердечки, которые купила готовыми в канцелярских товарах. Ну и вот такой вот классный дневник у меня получился. В следующем я решила сделать вместительный пенал в виде белого большого зайца из мультфильма. Для этого я взяла белый фоамиран. К сожалению, у меня нет чисто белого фоамирана, поэтому пенал внутри у меня будет с розовыми сердечками. Сворачиваем прямоугольник пополам и с четырех сторон подрезаем уголки. Это нужно для того, чтобы форма зайчика стала слегка овальной. Открываем нашу заготовку внутренней стороной. Из белого плюшевого фоамирана я вырезала зайчьи уши. Эти ушки приклеиваем на верхушку пенала за самые краешки. Я взяла специально плюшевый фоамиран, потому что с одной стороны у меня будут ушки цветные, а с другой стороны, если зайчик загнет ухо с помощью вас, то они будут мягкими. Теперь мне понадобится маленький беленький замочек. Открываем замочек и приклеиваем одну его сторону на верхний край пенала, где приклеены наши ушки. Закрываем замочек и я решила оставить его конец внутри пенала. Но если хотите, вы можете подрезать замочек, но при этом вам придется закрепить конец, чтобы в дальнейшем он не разошелся. Теперь склеиваем боковые стороны и низ пенала с помощью горячего клея. Фоамиран всем и хорош, что в отличие от ткани, его не нужно подшивать и загибать внутрь. После того, как мы полностью склеили боковые стороны и низ пенала, намазываем вторую сторону замочка и приклеиваем наверху ко второй стороне пенала. В принципе пенал готов, можно складывать в него канцелярию. Осталось украсить самого зайчика. Для этого я из цветного фоамирана вырезала отдельные части и приклеила их в нужные места. Вот и пенал готов. Но только чтобы глазки были поярче, обведите их сверху черным маркером. Для следующего диайвай я сделаю два цветных карандаша и два цветных помпона. Берем один помпон и делаем в нем дырочку. В это отверстие капаем горячим клеем и нанизываем на край карандаша. Это будут маленькие цветные зайчики, которых в мультфильме Ханазуки очень много. Теперь в помпоне делаем два отверстия и вклеиваем туда зайчики ушки, такого же цвета, как помпон. Ушки я вырезала также из фоамирана. Осталось зайчику сделать цветное брюшко и мордочку, чтобы он был похож на зайчика из мультфильма. Брюшко и глазки я также вырезала из фоамирана и приклеила с помощью горячего клея. Черным маркером дорисовываем глазки и ротик и наш карандаш готов. Из второго карандаша и помпона я сделала второго зайчика. Ну и последнее, что я сегодня решила сделать, это блокнот для шпаргалок. Мне понадобится всего лишь один лист бумаги формата А4. Сворачиваем лист пополам вдоль, чтобы он стал длинным. Теперь сворачиваем два раза этот лист поперек. Блокнотик будет у меня в виде кристаллика из этого же мультика Ханазуки. Почему блокнот для шпаргалок? Потому что его можно использовать на любом предмете. Вписывать формулы по математике, определения по истории, иностранные слова по иностранному языку. И он будет маленький и всегда с собой. Рисуем на согнутом листе форму кристалла и вырезаем. Только заметьте, что верхушка кристалла должна быть на стороне сгиба. В результате у меня получилось 4 кристаллика, которые открываются сверху в виде книжечки. Вкладываем кристаллики друг в друга и формируем блокнотик. Обложку кристаллика я решила сделать из той же зеркально-серебряной бумаги. Сворачиваем прямоугольник пополам, прикладываем на него кристаллик, обводим и вырезаем. Обложка готова. Осталось приложить ее к нашему блокнотику. Блокнотик открываем в самой срединке и по сгибу сшиваем его либо ниткой с иголкой, либо скрепляем степлером. Я сшила нитками. На кристаллик приклеиваем глазки и ротик. Блокнотик-шпаргалка готов. Ну и вот такая прикольная канцелярия у меня получилась. А также, ребят, я хочу в ближайшее время сделать 6 дневников. Как я делала это в прошлом году, но дневники будут совсем новые. И вот, один дневник у меня уже готов. А если вы хотите узнать, какие будут следующие 5 дневников, потому что потом я еще хочу их разыграть, то подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить, как я сделаю эти дневники, а также не пропустить конкурс. И может быть, именно ты получишь один из дневников, а может быть, тебе даже достанется вот этот вот единорог. Ну а с вами была Ксюша. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok